Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Мы целыми днями их залюбливаем, обнимаем, целуем, кормим из своей тарелки Они начинают претендовать на каждую еду, которую мы едим И тем самым собака начинает немножко по-другому Психология собак меняется Она начинает немножко наглеть Вот эта наглость, к сожалению, у собаки, у которой непонятно какие гены Может перерастать в агрессию И как раз я обратила внимание, что моя собака стала агрессивно вести себя Не только с другими кобелями на улице, зооагрессия так называемая Но и дома, если я лежу на своей кровати, собака лежит со мной И вдруг по какой-то причине мне нужно, чтобы собака ушла с кровати Я прошу сына ее забрать И собака стала кидаться, рычать И агрессивно показывать, что она может укусить моего сына А если ты сама ее пыталась, она как реагировала, нормально? Ну, на меня, конечно, как на маму, по-другому Но вот на сына начала кидаться, слегка так подрыкивать Но достаточно уже Это так называемый значок уже, такой фактор Что, вот, обратите внимание, красный флаг Сигнал какой Да, да, сигнал Еще у нас был случай, когда вот в доме консьерж, сантехник, который проходил мимо И он подцепил его вот зубками То есть фактически в данном случае, получается, у хозяина два пути Или вот это как-то принимать и с этим начинать работать, понимать, что это серьезно Или второй путь, к сожалению, там, многие идут на это, отдают собак в приюты или на усыпление Потому что, ну, как мы знаем, что если собака там покусает ребенка или кого-то на улице, это будет наказание самого владельцу И многие с этим работать не хотят Вот то, о чем я сегодня хочу рассказать, что работать с этим можно А я еще вот что хотела спросить, а если агрессия у собаки, например, проявляется не к людям, но к животным И всегда, потому что я неоднократно с таким сталкивалась И вот у нас лежит гражданочка, тут спит на подушке Вот она тоже из таких как раз-таки собачек, которые прекрасно ко всем людям относятся Но как только мы видим другую собаку, все, это то ли агрессия, то ли страх, но непременно истинно Ну да, вот с таким тоже нужно работать, это тоже звонок? Да, это тоже звоночек, потому что косвенно пострадать может человек, это какой-то рывок к собаке, к другой к собаке Это называется зооагрессия С этим тоже работают кинологи, с этим тоже там об этом много написано, нужно понимать причину и так далее Но самое главное, что такой же рывок, мы переходим дорогу, вдруг собака начинает бежать там в сторону Или гавкать в сторону другой собаки, это может быть любая ситуация Мы можем попасть в аварию, мы можем упасть, то есть с этим нужно работать, да, проблемы существуют А если собака, вот, ну, бывает, как отличить вообще, что это действительно сигнал, уже пора обращаться к кинологу От, ну, наверное, игривого поведения пса Ну, допустим, если мы говорим о псе, которому там год-полтора И вот он идет иногда и пытается кого-то прикусить за щиколотку, вот ему нравятся ноги Или вот очень распространенно, когда собака бросается на движущиеся транспортные средства На машины, на велосипеды и так далее Это уже сигнал идти к кинологу или это просто, ну, как бы в ее природе на это колесо крутящееся Которое вот так вот весело крутится, обязательно нужно запрыгнуть Нет, это сигнал, мы сейчас, если говорим про возраст больше года Это уже не то, что сигнал, это какой-то набат Потому что это подростковый период И фактически уже все сформировалось И дальше идет, там, выстраивание, там, психологии собаки Насколько я знаю, что даже собачек уже, там, в два с половиной, в три месяца Когда мы забираем, там, от, в общем, принимаем домой Уже тогда нужно обращать, что кусаться ни в коем случае нельзя А уже году, если это происходит, в полтора года, если он пытается кого-то тяпнуть, там, за щепотку в игре Это игра, но это все равно собака, к сожалению Я вот недавно вернулась с отдыха, и там была огроменная собака В какой-то момент я поняла, что он меня настолько сильно любит Но воспринимает меня как какую-то плюшевую мишку То есть у меня все руки Вот собака не чувствует своей силы Собака играет, но при этом она может наносить вред человеку И, не дай бог, это ребенок Интересно, стоит ли силой отвечать на силу Но об этом мы поговорим после небольшого перерыва Подумалось, не послушать ли нам в этом часе Green Day Очень редкая и малоизвестная вещь, которая не на одной из пластинок А, в общем, не говорила, точнее, на одной А вышла Tired of Waiting for You Очень похоже на Нирвану Вы написали на плюс семь девятьсот три, семь девять, семь шесть, три, три, три Возможно, потому что это был Green Day, в общем-то, в одно время, так сказать, ребята творили Green Day до сих пор, слава богу, существует успешно Мне казалось, Green Day попозже появились, нет? Ну, плюс-минус, это один и тот же период 90-х годов Бакеткейсы, заменитые, собственно говоря, Нуки, вот эти вот альбомы Я тоже думал, что, кстати, они двухтысячных примерно Доброе утро Ну, посмотрите, когда были выпущены замечательные пластинки Я не спорю, я не спорю Я тоже, я просто удивляюсь Ладно Карина Войдакова, я помню, у нас в гостях Грумминг-салон «Грязные псы» Обсуждаем коррекцию поведения собак Агрессия человеческая в ответ на агрессию собачьи Может иметь эффект или нет? Нет, нет, самое главное, самое главное Что я научилась, точнее, мне объяснили Кинолог очень прекраснейший Чем можно вообще исправлять поведение собаки У нас есть четыре сокровища Самое важное для собаки Это первое, это то, что мы ее кормим Второе, то, что собака с нами гуляет Третье, то, что мы с ней играем И четвертое, что мы ее любим Вот эти вот четыре сокровища на данный момент у меня в руках Каким образом? После передержки я вернулась домой Теперь у меня все кормление собаки Это кормление из рук И кормление на улице То есть собака больше не ест самостоятельно То есть она, приходя домой У нее нет понимания, что я такая крутая Я вернулась домой У меня там всегда стоит миска с едой И поэтому я сама могу прийти и добыть себе еду Нет Еду добывать теперь только мама Дает своих щедрых рук Интересный подход Потому что я-то как раз-таки слышал о том, что вот обучение собаки Самостоятельно контролировать свое пищевое, скажем так, поведение Если вообще уместно такая фраза относительно Хвостатых животных Это важно Потому что вот у меня, допустим, вот псины Всегда в миске есть вода и еда И он сам решает Мы сейчас немножко о другом говорим Мы сейчас говорим о том, что собака агрессивная Собака, так скажем, с тяжелым характером И ей надо показать, что она Кто в доме хозяина Да, она является всего лишь частью И все самое прекрасное и лучшее может быть только в руках мамы Мама это может дать за хорошее поведение Таким образом мы без агрессии самого хозяина Корректируем поведение собаки Электрические ошейники уже спрашивают, в том числе, наши служители Как элемент для коррекции поведения собаки? Как ты к ним относишься? Электрический ошейник очень плохо Но там есть режим вибрация Режим вибрация Режим вибрация Режим вибрация Режим вибрация дает возможность собаке Здесь и сейчас Как бы отвлечься То есть История заключается в том, что собака, например, гуляет Она увидела раздражитель Другую собаку Она уже издалека начинает к ней бежать Тем самым мы нажимаем на кнопочку вибрация В этот момент он почувствовал И может поменять Мы кричим кличку собаки Подзываем собаку И он поворачивается на нас То есть крик Или вибрация Вибрация на шее Он слышит Никакой электрики Хотя я занимаюсь электромобилями Но в этом случае против Должен издеваться над животным Конечно Это опять же боль А к чему может привести такое? К тому, что собака станет еще более злой? Ну вы знаете Ну я думаю То, что это надлом психики Это травля собаки К сожалению Там я глубоко в ней изучала Этот аспект Я не знаю к чему Наверное Это или То, что собака очень сильно себе замкнется Это одна сторона А вторая сторона То, что она будет кидаться Также агрессивничать Просто не на тебя А на более слабого То же самое Если у тебя в семье Ты там сын Там дети То агрессия может привляться Не на маму Не на отца А на меньших Либо у меня появятся какие-то страхи Которые тоже обычно проявляются Но не в самых благоприятных Так скажем Для человека Выражения В формах Да, это точно Можем ли мы говорить О каких-то характерных особенностях Или особенностях характера Присущих той или иной породе И вот ты сказала Четыре столпа На которых мы можем воспитывать собаку Они общие для всех пород Либо нужно добавлять еще какую-то Пятую, шестую опору Чтобы скорректировать Именно такие вот Особенности характера Да, на самом деле Собаки есть разных типов Есть так называемые пищевики Пищевики-то кто? Это собачки Те, которые Все-все в своей жизни Готовы отдать ради еды Вот, например К таким собакам Относятся лабрадоры Мультипуха моя Это вот у меня два пищевика дома И самая главная награда У них даже не столько игра Сколько вот вкусняшка При слове вкусняшка Они начинают там с ума сходить Прыгать и так далее И есть там Я, опять же, не очень сильно знакома С этой темой Но так как у меня пищевики Я знаю, что мои пищевики Есть еще и ребята Которые именно на игру Для них самое важное Это игра Играть, играть, играть То есть у каждой породы Если все-таки собака породистая Перед тем, как мы заводим эту собаку Мы читаем Слабые и сильные стороны Мы понимаем Насколько она может быть Интегрирована именно в нашу жизнь И в наш там Лайфстайл, да Как сейчас модно говорить Вот В наш город Квартиру, дом и так далее Вот Если это собака Мы берем из приюта Но обращаем внимание Там, когда Немножко скажу про приюты Волонтера Когда мы приходим в приюты И там рассказываем Изначально волонтерам Кого мы хотели взять Они нам подбирают Потому что Перед этим волонтеры С собакой работают Достаточно долго В долгом периоде Понимают Опять же Слабые и сильные стороны Там это ласковая собака Кому она больше подойдет И перед тем Как мы забираем собаку Мы даже проходим Несколько этапов собеседования То есть Вам еще могут и отказать В хорошем смысле этого слова Сказать, что К вашему характеру К вашему темпераменту Эта собака может не подойти И это на самом деле Очень правильно Еще два слова Про приюты Мы Почти год Салону год И на нашу Общему Такому делу Благотворительному год Мы помогаем Приюту Печатники Раз в две недели К нам можно в салон Привозить еду Мы передаем Потому что К нам приезжают Бесплатно мыться собачки Там 2-3 собаки Раз в две недели И два слова Хочу сказать Еще наверняка Нас будут слушать Владельцы Груминг-салона В Москве Давайте все вместе Там мне к сожалению Сложно перемыть Всех собачьих Приют и печатники Самостоятельно Бесплатно Если мы все вместе Будем там Немножечко делать В этом направлении Я думаю То что собакам Будет намного легче Потому что После того Как мы их помоем Почешем Они по-другому Они по-другому выглядят Пахнут И с большим удовольствием Это не супер вкусно Но это тоже С чем собака Может жить Вот это те условия Там дополнительная Мойка Она не происходит И поэтому Помощь Приюту Всегда нужна Важна Салоны Груминга В Москве Давайте вместе Организовываться Мыть собачек Любить собачек Но при этом Если возвращаться К психологии Опять же К приютским собакам Я тоже слышала Такую историю Что первую собаку Лучше не брать Из приюта Просто потому что Человек может быть Не готов В приюте же Зачастую Собаки Травмированные Могут находиться Там Не до конца Социализированные Собаки с улицы И в общем-то Ну просто человеку Когда он берет Ему не то чтобы Запрещено это делать Ему надо быть готовым Будут какие-то Дополнительные сложности Ну тут я с вами Не соглашусь Абсолютно точно Я этих собак вижу Еще раз Раз в две недели Это самые спокойные Не агрессивные собаки Не агрессивные Не разбалованные собаки Которые Которые просто Там с человеческими глазами Смотрят на тебя И просто то что Мы там чешем их В течение Там двух-трех часов Вычесываем колтуны Они на эту процедуру Ну как бы чувствуют Такое ощущение Как будто мы их гладим И то есть Они совершенно не агрессивны Не соглашусь Вижу много сейчас Владельцев Молодых владельцев Собак Это первые собаки В доме Можно выбирать Разных собак Это могут быть Только щенки Которые еще Там не жили в стае Там не были В каких-то плохих условиях Или могут быть Это взрослые собаки Восемь-девять лет Конечно же взрослым Тяжелее найти дом Поэтому всегда Можно перейти за щеночком Любить его Целовать его И это будет Один из самых Благодарных Жителей Нашего дома Да Но при этом Все равно Всегда нужно Мне кажется Заранее думать Перед тем Как завести собаку Кого ты заводишь И как ты потом Будешь взаимодействовать И чтобы исключить Вот эти вот проблемы Про которые мы уже говорим Да Опять же вот Про породу Если возвращаясь Нам же обязательно Вот просто Люди часто видят собаку Вот им красиво И нравится Но им допустим Они не углубляются В то там Для чего была создана Эта порода Она может быть охотничая У нее будут определенные Инстинкты Которые ну никуда Вот ты не выкинешь Вот как тут вообще Поступать Какую-то теоретическую Подготовку лучше сначала Проходить Ну вот мне так кажется Что наша аудитория Если я могу так говорить Сремного дождя Это все-таки Какие-то более осознанные люди Которые наверняка Перед покупкой Щенка И обращением К Если мы говорим Опять про породистых К заводчику Уже плюс-минус Понимает Зачем она ее покупает Сейчас Вот если смотреть Там на статистику собак Конечно же В городе Там В Москве Очень много Декоративных Приятных Так скажем Компаньонов Это вот все Мультипу Всякие Кавапу Пудели на самом деле Дают Абсолютно Ой Нашел Вот это голос собаки Да Вот это не пудел Залатов Вот это Вот эти вот маленькие Ты имеешь Ну маленькие Да Они кстати сейчас Лабродудели Вот все что скрещивает Лабродудели Да Все что скрещивает С пуделями Пудельки Прекрасные И они такие Достаточно игривые И вот больших собачек Начинают скрещивать С этими пудельками И появляются Умопомрачительные Ласковые Добрые Игривые собаки Компаньоны Мне не очень нравится Как-то скрещивает Как-то звучит ужасно Новая порода Я понимаю Это нормально С другой стороны Я вспоминаю Как Когда вышел фильм Маска Все принялись Покупать Джек Рассел Терриеров Очень сложные Не понимая Что это очень сложная Охотничья собака Посмотрите Сколько их сейчас В приютах Между прочим Так же как и Хаски На которых мода прошла А Хаски в приютах остались Вот именно А Джек Рассел Терриеров Там нужно не меньше Говорить 10 километров И бегать с ним нужно постоянно Это не собака Которая дома будет жить Как в кино Это было показано Это моторчик Ничего подобного А тот еще живчик Бизнес новости Под серебряным дождем Утро Под серебряным дождем В гостях у нас в студии Карина Войдокова Груминг-салон Грязные псы Плюс 7903 7976 333 Координаты Прямого эфира Предлагаю ответить на вопросы Потому что они как раз Нам помогут В том числе И то о чем мы говорим Скорректировать поведение собак Скажите пару Собака в принципе спокойна Пуглива То о чем я сейчас спрашивала Карина Иногда может облаять Отдельно идущего пешехода Или велосипедиста странного Или мотоцикл Всегда на трактор Собака из приюта 3 года Как это проработать? На самом деле Это необходимо Работать именно с вниманием Переключать внимание Переключать внимание То есть Опять мы выходим На прогулку с едой И в тот момент Когда мы видим Какого-то раздражителя Нам надо очень резко Переключить внимание Собаке на себя То есть Кличка Дернуть поводок Да Опять же Ошейник Если с вибрацией Нажать на кнопочку Вибрации Только не электрического удара Да, не электрического удара Вот таким образом И сразу Сказать собаке Дать вкусняшку Дать там корм И тем самым На себя На себя На себя Вот только таким образом Больше ничего Объяснить собаке Что это Велосипедист Тракторист Вести какие-то беседы Длительные Водить психологу Человеческому Все это не работает Только вот Через Внимание А вот от Ивана Такой вопрос Если собака Целыми днями Дома сидит одна И скулит Это жестокое отношение Когда не стоит Заводить собаку Дома сидит и скулит Есть на самом деле Тоже породы Такие очень Искулящие Бигли Бигли Вообще невероятные пивуны Хаски Невероятные пивуны Да Хаски действительно Которых хотят петь 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 И тут вопросики Скучает ли в этот момент Собака Или просто поет Ну конечно же Нужно понимать Сколько времени Ты можешь посвящать собаке Просто завести собаку Чтобы встретить ее Полчаса С утра Полчаса вечером Это жестокое обращение С собаками Для вот таких вот Одиночек Которые целый день Работают Мы или начинаем Как в гугле Возить с собой Собаку на работу И наш офис Совершенно с этим согласен Или действительно Мы не заводим Собаки нужны в семье Для общения с детьми Для нашего Общения Согревания Нас Психологической Мне честно говоря Иногда кажется Что я например Собак люблю больше Чем людей Это вообще нормально Я сто процентов Могу так про себя сказать Ну вот опять же Я же рассказывал О фильме Догмен Который не так давно Да да Хороший фильм Он очень неплохо Показывает в том числе Вот этот вот аспект Что к собакам Порой ты относишься Лучше К чем людям Потому что они зачастую И заслуживают лучше В отношении То есть они там лучше Относится чем многие люди Вот это точно Собаки же верные Абсолютно верные Животные Да верные 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 Но опять же Пищевики Бывают что Вот бывает Что дашь вкусняшку И побежит Конечно не убежит Но внимание Заберет А если породы Вот я слышал Что есть породы Которые вот Убегают постоянно Да бегунки Вот Как то это Ну По-моему Одну я знаю Можно я скажу Хаски Опять хаски Опять хаски Я их очень люблю Они поют И бегают А еще кто Мне кажется Вот мой басик Этот вот типичный бегунок Да Да Басын же Так же бегают Да есть Есть породы Там опять же Не углублялась Все таки Вот поверхностно Знаю собачек Больше смотрю на своего Вот например А от моих двух Не убежать А пытаюсь убежать Спрятаться Найдут И вот к сожалению Своих не потеряю Все вот они Как два хвостика Будут идти за мной То есть могут Рыкнуть Повернуться Там Побежать Но вернуться Вернуться найдут Если возвращаться К тому С чего мы начинали То есть к моменту Когда хозяин понимает Что у собаки Там какое-то Слишком сильное Проявление агрессии Что-то с собакой не так Как мы вообще Действуем дальше Куда идем Где ищем Там кинолога Психолога И как кстати понять Нужно к кинологу Или к психологу Правильного еще найти Тоже Да Да вы знаете У меня Было все У меня были Правильные и неправильные люди Первое С чего я начала Конечно же Наверное мы все так делаем Заходим на Авито Или всевозможные Такие ресурсы Начинаем искать Объявления Смотрим на отзывы И так далее Ко мне приехала девушка Так мне кажется Плюс-минус Там ей было Около 25 Она сказала То что Дорогая моя Все делаем Через поощрение Значит ставим камеру Видеокамеру В квартиру С обратной связью Значит уходим Из квартиры А у меня Та стадия была Когда собака ела Прихожую Собака ест в прихожую Она доела уже Да Мой коридор доедает Мы переехали Мы переехали А нет А у меня же по этому Не переехали Мой же коридор доедает Да вот И она говорит Ну в общем ставим камеру За всю собаку Благодарим и хвалим Для меня это было странно Я не понимала Что значит хвалить Собаку и благодарить Говорит Ставим камеру Включаем ее И приходим на работу Открываем мобильное приложение И смотрим Что значит Приезжаем на работу Открываем И ждем Пока собака начнет есть После этого Мы начинаем Разговаривать с собакой Мне этот Кино Собачий психолог Это кинопсихолог Реально Кинопсихолог не подошел Вот мы обошлись Одним таким Ее приездом После этого я поняла Что нет Совершенно не подходит Потом к сожалению У меня была передержка Точнее была передержка С девушкой Которая работала С выставочными собаками Все было хорошо Я даже уезжала Там за границу На три недели И оставляла собаку Все было прекрасно И однажды у меня У сына был день рождения Мы уехали В Санкт-Петербург На три дня И у нас договоренность Какая была Что я вижу Видео Там Собаки Фотография собаки Как минимум Два раза в день По лицу собаки По мордочке собаки Ну любой хозяин Может определить Какое настроение у собаки Меня всегда это устраивало Все было прекрасно И я доверяла этому человеку Оставляю собаку на три дня Абсолютно без каких-то там Переживаний Уезжаю Там мы в пятницу уехали Сели на Сапсан Уехали Приехали Смотрю в пятницу вечером Нету сообщения В субботу нет сообщения Я ей звоню оттуда Уже праздник не праздник День рождения сына День рождения сына Мы уже Всеми мыслями Пытаемся вернуться Она Мне ответила Только в воскресенье Ближе к вечеру Сказала о том Что все в порядке Но как выяснилось Что у нее Ее собака Ощенилась Один из щенков Дома И она пересдала Вам мою собаку Угу Да То есть Человек Которым я неоднократно Оставляла собаку Была в ней уверена Передержки Которые тоже С некими элементами Дрессировки Она берет Просто отдает мою собаку Непонятно кому Я забираю собаку Собака пахнет за три дня Очень сильно Сыростью Собака Неадекватно себя ведет Фотографии собаки Вот в воскресенье Которые первые получили Это просто Это собака Которая плачет Практически То есть На лице Все сразу написано После этого Я забрала И у нас начались проблемы Собаку за три дня Сломали Я до сих пор Не знаю В каких условиях Она была Судя по всему Связывали ее за ноги Потому что Собаки Сейчас Если я подхожу сзади И начинаю трогать Там Или если мы На том же самом Груминге Начинаем чесать собаку И доходим До задней Вот лап Собака начинает Агрессивничать Вот это Судя по всему Ее именно так Ломали Как-то привязывали И у нас На шерсти Остались такие вот Штучки От веревки Как полоски такие Да Как полоски Залома на шерсти То есть Вот такая вот история А собаки Это запоминают надолго Можно ли как-то У них эти воспоминания Убрать Проработать эту проблему Как говорится Мы с этим до сих пор Работаем На данный момент Это лучше Прошло уже Три года Но все равно Достаточно сложно За три года Да Все Все Это лучше Опять же Вот Я там Собственный Груминг салон И моя собака Самая нечесанная Из-за этого Потому что По приезду собаки Мы полностью Все закрываем И этот Танец Танец с бубнами Я Одеваюсь Еще два грумера Мы бегаем За собакой И чешем Во всех Мыслимых Немыслимых Позах Потому что собака Не стоит И не дает себя Трогать сзади Вот Но возвращаясь К теме Знаю Что у меня Начались Такие проблемы И что-то делать Нужно И серьезно Все У меня В моем доме Сказали После того Как собака Укусила Слегка укусила Вот Нашего сантехника Мне сказали Что еще раз Такой И нас выселят Выгонят И так далее Там дом совета Все дела Вот Меня это очень сильно Напугало Потому что в моем доме Можно сколько угодно Животных заводить И нас выгонять Очень нельзя Вот И мой друг Там Паша Тебе огромный привет Сказал мне То что Съездил на Хорошую передержку И посоветовал мне Обратиться к этим ребятам Это там 20 километров от Москвы Это загородный дом Но не просто Загородный дом Там очень классно Сделаны Некие такие Домики Вольеры С теплым полом Современные Такие симпатичные штучки Это получается Три на На территории Я обратила внимание Что территория Очень чистая Там Обратила внимание Как это все выстроено То есть Для меня Это все было важно Там работает Несколько человек И есть Два Как бы Два способа Ты можешь перевести Просто на передержку Без дрессировки Или ты можешь взять Передержку С дрессировкой То есть У тебя Собаку будет Кинолог Забирать Там раз в день Раз в два дня Заниматься с ней И возвращать обратно То есть Отдельные люди Которые занимаются Просто выголом собак Смотрят там У меня собака Когда приехала Она У нее была Настолько сильная Зооагрессия Что она Не гуляла Вместе с другими Кобелями Когда я собаку Через 37 дней Забирала Моя собака Гуляла уже Со всеми Кобелями Там я видела Мне постоянно Присылали фотографии Утреннего Выгола Собаки И я по Поведению собаки Вижу Насколько комфортно А Прости за глупый вопрос Вот 30 дней прошло Там перевоспитали Вернули к тебе Ты допустим От чего-то отошла Что-нибудь позорила собака Собака может вернуться К прежнему поведению Или навыки данные Кинологам Закрепляются уже навсегда И же надо как-то поддерживать Наверное К сожалению да К сожалению да И говорят что Как говорит мой кинолог Я ей очень доверяю Она говорит что Два месяца Это полностью мы Уберем все труды Которые вот Были заложены За 37 дней Только уберем Не уберем в том плане Что их не будет Все мы возвращаемся К этапу Когда собака Приехала еще до До вот Всего этого Начала перевоспитания А как потом Поддерживать Вот поддерживать Сейчас Я борюсь с собой Мне необходимо Завести дома клетку Оказывается что Собака Вот Та собака Еще раз говорю Исключительно про мою Это метис Лабрадора Непонятно еще с кем Связаны Но с кем-то более Агрессивным Собаке Нужен свой домик Свой домик Это вот Вольер Который должен быть Небольшой Там Определенного Для нашей собаки Размера Размера Вот Темное место Куда собака Будет заходить Как в будку Вот это очень важно Потому что на данный момент Собака Вот я даже Когда она вернулась С передержки Я видела что Первые дни Вот он ходит Прямо мается Он ходит по квартире И мается Потому что собаке Нужно днем Спать и отдыхать То есть И она должна Понимать ее место Ее место Это не место на кровати Потому что Тогда она думает Что она человек Она не человек Она собака И она будет В большем счастье Жить Вот в своей Норме жизни В будочке Вот в этой Классно сделанной С крытыми подушками Сверху С одеялком Чтобы это было темное Небольшое место С низким потолком Вот такая Так скажем Конура Которая из По ком веков Была для собаки Комфортным местом Кстати Если мы говорим О комнуре Некоторые собаки Прочитают именно Комнуру В классическом виде Но многие собаки Наоборот Любят спать Под открытым потолком Ну то есть Грубо говоря Для них Небольшое место Или такая вот Круглая Подстилочка Лежанка Лежанка Да вот лежанка И сейчас еще появились Такие лежанки С одеялом встроенным Собака туда встраивается Как в карман Это же может Зависеть от породы Конечно Конечно Может зависеть от породы Но в целом Все равно Вот даже Сейчас Андрей Ты сказал Что встраивается собака Это все равно Должно быть Что-то узкое Маленькое То есть Куда она погружается И ее нет Угу То есть у нее Должно быть личное пространство Грубо говоря Личное пространство Такая маленькая Маленькая Вот конура Так скажем Это может выглядеть Как угодно Для маленьких собачек Вот то что мы говорим Там лежанки Все это вот Для маленьких собачек Которые конечно же Им большую будочку Там не нужно У нас например У нас было место Для собаки Но вторая собака Почему-то Подумала Что вот эта вот лежанка Является пеленкой И начала там Ходить и писать Вот И после этого У нас у собаки Перестало быть Это лежанка Я думаю что У владельцев Двух собак Таких сейчас кстати Много Многие собаки В Москве Там собачники Заводят Вторых собак Да и кстати Классно заводить Сразу двух собак Собаки Не едят Дважды Твою прихожую Потому что У нас произошло Что сначала Старшая собака Съела прихожую Мы сделали ремонт А потом За прихожую Через два года Взялась Младшая собака Что логично Она не должна Уступать А Михаил спрашивает Собака Метис Всего боится Любых быстрых движений Громких звуков Даже шорохов Но не салютов Кстати Даже шуршаний пакета Как проработать? Ну Я думаю То что это Правильнее Обратиться Все таки К кинологу Еще раз повторюсь Я не кинолог Я Любительница Собак Профессиональная любительница Ну да Полупрофессиональная любительница Собак К сожалению У меня У меня не боятся У меня не боятся У меня агрессивные Такие скакуны Вот Поэтому больше Наверное сейчас Когда прорабатывались С кинологом Мы общались на эти темы Как ты относишься Мне просто интересно К сам философам Я объясню почему Вот Есть некоторые породы Вот у меня в частности Такой Конура Конурой Все будет спать Но Очень любят залезть На подоконнику Ставиться в окно И смотреть за происходящим Я знаю некоторые владельцы Для некоторых пород Даже специально делают Широкие подоконники И сейчас в магазинах В зоомагазинах Появились Прямо такие как ступеньки Чтобы он был вровень С подоконником И вот собака Ну или кошка Это скорее на кошек рассчитано Кошки же любят у нас на подоконниках Но если собаки такие Вот они залазят туда И смотрят все время Это прекраснейший контент Для наших соцсетей Вот так вот Да-да-да И для собаки Я думаю тоже замечательный контент Да-да-да У нее же нет сериальчика Правильно на вечер Зато у нее вот есть окно А там я не знаю Птички летают Кошки бегают В общем интересно Да сейчас еще в современных квартирах Вот эти вот прозрачные балконы Которые позволяют тоже Собаке выходят на балконы Они осматриваются Коты выходят Это все прекрасно Это действительно там Хорошее времяпрепровождение наших собак Это только улучшать Стелить классные подушечки Смотреть самим наблюдателем И восхищаться Создавать им должный психологический климат Настрой, да Да, потому что сам охотник человек Но ей тоже И иногда и в одиночестве хочется посидеть И место у нее должно быть свое Карин, какое-то важное дело еще у вас было Которое мы забыли Минута остается буквально Да, вы знаете Да, самое важное дело На сегодняшний день У меня сегодня день рождения Моей подруги Ириша Я тебя очень сильно люблю Вот Я желаю тебе всего самого лучшего Я желаю тебе много-много-много-много Исполнения твоих мечт И очень благодарна тебе за то время Которое мы с тобой вместе проводим И ту работу, которую мы с тобой вместе делаем И те наши планы Которые у нас дальше будут Ну и как это здесь пошла такая пьянка То поздравимый Дмитрий Беликова Нашего постоянного слушателя Сегодня тоже день рождения Он фельдшер скорой помощи Да, поэтому отдельное поздравление ему Попрощаемся с вами буквально минуток на 10 И в 9 часов утра уже рады будем приветствовать В нашей студии и Раду Берг И Павла Табакова Драматурга Автора пьесы и актера Конечно, спектакля Модильяни